Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачево-Черкесия. События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Сегодня Россия отмечает восьмилетие важнейшего исторического события – воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Каждый год 18 марта вся страна празднует Крымскую весну. В этот день, в 2014 году, жители полуострова выбрали свой путь. Сегодня вместе со всей страной отметили восьмую годовщину и в Черкесске. Репортаж с народного торжества Альбины Ламковой. Настроение вообще прекрасное, но достаточно холодно. Были бы более раскованные, если бы было более тепло. А так чувство праздника просто прекрасное. Вообще гордость, что мы несем этот флаг за Россию, в поддержку России – это просто прекрасно. Праздничный для России день не смог испортить ни сильный ветер, ни мартовский холод. Жителей республики на мероприятии было много и у всех патриотическое настроение. В честь знаменательной даты торжество началось с массового шествия, на котором бережно и гордо пронесли символ единства народа в России – триколор. Участвовала не только молодежь, но и старшее поколение. Сегодня праздник. Восемь лет присоединения Крыма в России. Мы счастливы, мы довольны, мы празднуем, чествуем. А в это время амфитеатр в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» заполнялся людьми. Над многочисленной толпой взымывали десятки флагов. В начале торжества ко всем гостям обратился председатель Народного собрания Корчаева Черкесии Александр Иванов. Он пожелал всем гостям праздника, единства и новых свершений. Говорил о важности и значимости исторической даты. Мы видим, как сильна наша великая страна и то, что нас не испугает. Сила в правде, а правда на нашей стороне. А сложности всегда делали нас только сильнее. Уверен, впереди нас ждет дальнейшее динамичное наращивание собственного производства, развитие отечественной науки и технологий, процветание и благополучие. Особую атмосферу торжеству придали патриотические песни. Чувства у нас переполняют. Одновременно холодно, одновременно интересно. Мы очень рады, что мы здесь присутствуем. Настроение патриотическое. Поддерживаем полностью политику нашего государства, нашего президента. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Корчаево, Черкесия. День воссоединения Крыма с Россией – символичная дата для всех жителей страны. Во многих регионах сегодня проходили концерты и автопробеги. В поселке Оржаникидзовскому памятник защитникам перевалов Кавказа прошло торжественное мероприятие, посвященное этой исторической дате. Репортаж Корчибиджейва. Сегодняшняя дата говорит о торжестве справедливости, о сплочении многонационального духа и единства людей, вернувших Крым домой. Тема единства сегодня особенно актуальна. Это показывают и доказывают участники автопробега, которые стартовали из станицы Зеленчугской и Карачаевска и финишировали у музея защитникам перевалов Кавказа. И это не случайно, так как он является единственным архитектурным комплексом с музейной экспозицией, увековечивающей память павших героев отечественной войны против фашистских захватчиков. Значимость присоединения Крыма в том, что если бы мы тогда не присоединили бы Крым и Севастополь, я думаю, те беды, которые обрушились на Донбасс и Луганск, они бы также обрушились бы на Крым. И вот жалко, надо было, наверное, эту спецоперацию проводить 8 лет назад, и много людей избежало бы от тех разрушений и бед, которые сейчас в тесте этой операции терпят люди на Украине. Но правительству и президенту нашему виднее. Автомобилисты украсили свои транспортные средства государственными флагами России и изобразили букву «З» за победу. Участники автопробега выразили свою солидарность и поддержку спецопераций на Украине против фашистских националистических бандформирований. Крым всегда был нашим, он и остается нашим. Помним все, как поднялось, как люди радовались, ликовали, как они с флагами выходили на площади. Все мы видели. И мы здесь радовались, что Крым как-никак вернулся к нам. День воссоединения Крыма с Россией – это дань искреннего уважения людей всех национальностей, великой истории нашей страны, продолжения его славной традиции. В завершении мероприятия участники возложили цветы к могиле неизвестного солдата у Вечного Огня. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 44 860 человек. Из них 40 155 выздоровели, 83 человека госпитализированы. Ну а сейчас узнаем, какой будет погода на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии местами снег, ветер восточный 6-11 метров в секунду, и порывы будут до 15-20. Температура ночи минус 7-12, в горах до 17 градусов мороза, а днем 0-5. В горах местами до минус 11. На дорогах гололедится. В Черкесии небольшой снег, ветер восточный 6-11 метров в секунду, порывы до 15-20. Температура ночи минус 8-10, днем 2 градуса ниже нуля, и на дорогах гололедится. Впервые в Кисловодском цирке с 12 марта. Московская шоу-программа «Джемелли». Информация на сайте циркус.дефискисловодск.ру. Телефон 2-96-58. Категория 0+. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамукова прошло мероприятие в честь столетия участника Великой Отечественной капитана Хаммита Абуловича Кономатова. В праздничной обстановке ветерану вручили книгу с фотографиями о его жизненном и боевом пути. Репортаж Корчи Беджеева. Родные, близкие, друзья, работники культуры собрались, чтобы поздравить юбиляра и вручить книгу фотоальбома о боевом нелегком жизненном пути Хаммита Кономатова. Автором ценного издания является уроженец Казахстана Нурлан Хамедулин. По своей личной инициативе он занимался поиском родственника погибшего бойца 115-й дивизии. Вместе с ним и проходил службу наш герой Хамид Абулович Кономатов. Я узнал тогда случайно, что оказывается жив его однополчанин Хамид Абулович. Я сразу позвонил, нашел контакты Мурата, сына Хамеда Абуловича. Позвонил ему и через небольшое время прилетел сюда с ним познакомиться. Фотографии имеют свойство и рваться, и теряться. Они разбросаны. Мурат занимается, прежде всего, здоровьем своих родителей. Ему это некогда. Поэтому я в прошлом году всю ночь сидел и это все сканировал. Потом по приезду домой все это я отреставрировал и решил в виде фотокниги это сделать. Видим, что им экземпляры – это мой подарок к юбилею Хамиду Абуловичу. Хасан Биджиев, народный артист России, директор драматического театра, в торжественной обстановке прочел поздравительное письмо президента России Владимира Путина. Трудности по своему времени, но вы и ваши товарищи вы стоили. Победили жестокого врага, восстановили разрушенную страну. Ваш трудовой жизненный путь, любовь к родине и вера в право и дело всегда будет служить примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам здоровья и бодрости духа. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Благодаря поисковым работам был обнаружен наградной лист на медаль «За отвагу» Хаминта Кономатова, который фронтовик так и не получил в 1943 году. Но в 2016-м заслуженная награда все же нашла своего героя. Конечно, для библиотеки очень важно, что сегодня будет передана в дар книга, альбом его жизни, который подготовили его друзья, его поклонники из Санкт-Петербурга, из Казахстана, которые собирали архивные материалы и собрали его жизненный путь в одной книге, в одном альбоме. Сегодня пройдет презентация этого альбома. Сотрудники библиотеки оформили книжно-иллюстративную выставку «Отважный капитан», на которой представлены материалы о героическом пути ветерана Хаминта Абуловича Кономатова. Арча Биджиев, Руслан Харченко. Вести Карачаева, Черкесия. В этом году у 23-х школах Карачаева-Черкесии стартовал капитальный ремонт. Работа предстоит немалая и серьезная, но очень важная для детей, их родителей и учителей, ведь качественное образование – это один из приоритетных направлений нашей страны. 1 февраля на ремонт закрылась и школа номер один в Станице Зеленчукской. Какие преобразования здесь пройдут и где здесь сейчас обучаются 860 детей этой школы – в репортаже Аллы Динаевой. На главной площади Зеленчукского районного центра в последнее время можно часто наблюдать новенькие школьные автобусы. Среднеобразовательное учреждение номер один закрылось на ремонт, и теперь дети обучаются в других школах Станицы. Добавили нам это самое, маршрут, и работаем потихоньку. Сколько рейсов здесь? Ну, у каждого по-разному. У меня два рейса, потому что я еще своих детей вожу в час. Вот 12.05 и 12.25. Вот так вот. Своих детей – это вы имеете в виду детей третьей школы, да? Ну, да, да, да. Детей третьей школы. Вот там после обеда как раз успеваю своих, и до вечера вот так вот рабочий день. Виктор Петрович – водитель со стажем. Свою работу он очень любит и ответственно относится к ней. Я на маршруте 20 лет отработал. То есть, там посложнее было. И километраж побольше, ну, а тут так. Ну, тоже так предельно осторожен. И это самое, как бы вам сказать, ну, внимательные дети есть дети. Это не пассажиры. А эти дети уже после урока в приподнятом настроении приехали, и им, похоже, нравится путешествовать по станице и учиться в новой школе. Интересно? Да. Такой красивый автобус вас сейчас привез. Сколько уроков сегодня у вас было? Пять. Мы переехали в четвертую школу. Ну, и как вам четвертая школа? Нормально. Нормально. А на автобусе? Да. Интересно. Интересно? Да. Весело вот так вместе ездить, да? Да. Уже со двора школы номер один понятно, что здесь начались перемены, и внутри помещения ремонт в самом разгаре. Старое деревянное напольное покрытие просело, и его полностью убрали, и теперь классы выглядят вот так. И ходить здесь немного страшно, но можно, если идти очень осторожно. Вот так сейчас выглядит школьный коридор. Здесь проведены демонтажные работы. Сняли напольное покрытие, подготовили стены под штукатурку. Теперь строители перейдут к новому этапу работ. А следующий этап ремонтных работ – отделка стен, потолков. Но до этого еще необходимо многое сделать. А что мы узнали у заместителя директора школы по административно-хозяйственной работе? Вы, наверное, общались со строителями. Что они планируют здесь, какие ремонтные работы провести? Ну, внутри здания должны заменить отопление, электропроводку, двери новые. Насколько мне известно, фасад здания должны нам утеплить, поштукатурить. У нас 18 окон, которые подлежат замене. Деревянные окна. Деревянные на пластик заменят. Двери, лестничные маршины, тоже перила заменятся. Капитальный ремонт в Зеленчукском районе начали в двух образовательных учреждениях. В школе номер один в станице Старожевой и в первой школе имени Алексея Леонова в станице Зеленчукской. Аладинаева Алиба Станов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Но прямо сейчас вечер с Владимиром Соловьевым. Ждите вестей. Субтитры подогнал «Симон»! Каждая женщина находится в предвкушении каких-то приятных слов, нежных слов. Ну и подарков, конечно. Какая вы дома? Точнее говоря, кто в доме хозяин? Вот это сложный для меня вопрос. Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю. Семья лежит прежде всего на женщине, потому что прежде всего это наше ответственность, что мы воспитываем детей. Уважаемые телезрители, смотрите программу «Март. Месяц ласкового солнца» на официальном сайте ГТРК «Карачаево-Черкесия» в разделе передачи на русском языке или на YouTube-канале.